Добрый день, дорогие друзья! Я Александр Смирнов, известный остеопат, основатель школы остеопрактики. Предлагаю вам сегодня познакомиться с простыми техниками лимфодренажа, омоложения, снятия одутловатости в области шеи и, самое главное, уменьшение венозного застоя в области таза, поднятие опущенных внутренних органов и лечение варикозной болезни. Все это профессиональные вещи и вы, я думаю, сразу сможете их начать выполнять в минимальном варианте, но для углубленного изучения, конечно, лучше посетить специализированные семинары у меня в школе. Итак, друзья, начинаем! Первое – это лимфодренажные техники. Для того, чтобы продемонстрировать, я сейчас перед вами разденусь. Итак, я немножко раскрою грудную клетку, область ключицы. Это необходимо, потому что лимфодренажные подходы начинаются именно с области ключицы. Здесь происходит сток лимфы в венозное русло. Особенно с левой стороны стекает лимфа и от левой половины головы, от руки, от грудной клетки и от всего таза. С правой стороны тока от правой половины головы, руки и грудной клетки. Первое, что мы начнем – это техника щипания. Она не всегда приятна, даже болезненна, если у вас есть какие-то проблемы фибротизации тканей, застой тканевой жидкости. Но эффективно увеличивает лимфоотток. Женщины, которые перед зеркалом в ванне начинают делать вот эти щипковые лимфодренажные техники, это приемы сепарации, очень быстро молодеют. На самом деле возраст – это совершенно не показатель состояния вашего тела, вашего здоровья, вашего лица. Мы знаем, что в первую очередь все проблемы происходят из-за нарушения питания, из-за нарушения притока крови и оттока венозной крови и лимфы от лица. Тогда появляется одутловатость и пигментация кожи, тогда появляется старение кожи, возникновение пергаментной кожи или, наоборот, утолщенной кожи. Напряжение мышц лица дает формирование морщин. Улучшая лимфоотток, вы убираете как минимум два важных фактора – то есть застой крови и нарушение питания. Итак, первое – нужно научиться делать складку. Мы захватываем между двумя пальчиками большим и указательным складочку, чуть-чуть подтягиваем ее, эта складка называется складка киблера, растягиваем в стороны, скручиваем и вот так пропускаем между пальчиками. То есть, получается, выжимаем, как вот вы, возможно, выжимали белье, растянули, скрутили и между пальчиками пропустили, пока эта складка не выпадет у вас между рук. Неприятно, я соглашусь. И вот так мы начинаем медленно двигаться в области ключиц. Сначала будет ощущение даже жжения, может быть покраснение, видите, у меня уже кожа покраснела. Потом это все инимализируется. Мы знаем, что без труда и рыбку из труда не вытянешь. Не всегда можно совсем легко и мягко это сделать. Приходится прилагать усилия. Итак, отрабатываем слева, потом справа. Точно такую же технику. Эту технику вам продадут профессионалы за большие деньги. Она стоит и один сеанс вот такого леводвиножа, и 3, и 5 тысяч рублей. Вам придется ходить очень много, пока достигнете результата, потому что вас никто не захочет отпускать сразу. Когда вы работаете сами с собой, когда вас уже научили, вы экономите огромные деньги, делая эффективную помощь, без дополнительных каких-то вложений и траты времени. Итак, отработали. Справа-слева. Потом нужно будет точно так же пробежаться по уровню грудины. Здесь есть грудные лимфоузлы. Всегда доставляют проблемы зона подмышек. Вот как отработать лимфоузлы в области подмышек? Ну, тоже можно. Возьмите вот так руку и попробуйте между пальчиками вот так перетереть ткань. И вы почувствуете, что они тоже пропускаются. Мы тоже щипаем и скручиваем. И так можно отработать подмышку. С подмышкой надо следить, обрабатывать руки, хотя бы помыть их, чтобы не занести инфекцию. Есть хлоргексидин, специальное средство, которое быстро убивает микробы, чтобы работать с подмышками. Вот так же мы проводим лимфодренаж в области под диафрагмой и в паховой области. Можно отрабатывать зону вокруг пупка. Даже сделав эти простые техники, вы существенно улучшите лимфатический отток. Если еще вы пройдетесь по области шеи, скручивая аккуратненько в области шеи, то вы снимете лимфатический застой подчелесной, подзатылочной области и зоне лица. На один сеанс должно уходить где-то минут 20-30. После чего мы делаем вторую мощную лимфодренажную технику. Это технику помпажа. Мы берем, накладываем можно две руки, одна на другую. Можно сразу с двух сторон на область ключичных лимфоузлов, на область ключицы. Представляем, что под руками у нас подушка, наполненная жидкостью, и нам нужно ее выжать. Мы берем и сжимаем. Медленно-медленно лимфа течет, медленно. И ощущаем, как эта подушка начинает сдуваться, 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 сдуваться. Потом мы отпускаем руки и чувствуем, как из окружающих тканей прибывает тканевая жидкость и лимфа наполняет подушку. И снова начинаем ее сдувать. Достаточно двух-трех движений. Делаем это в области ключиц и в области паха. Мы уже подготовили себя для коррекции варикозной болезни. Уже улучшили отток лимфы. Теперь нужно улучшить отток венозной крови. Все говорят, что это воспаление вен варикозная болезнь. И да, и нет. Чтобы вены воспалились, сначала нужно очень замедлить ток жидкости в них, ток крови. И этот замедленный ток крови позволит нарушиться работе клапанов. То есть венозная кровь будет застаиваться и двигаться в обратном направлении. Клапаны будут разрушаться. И тогда уже в таком состоянии застоя микробы смогут сесть на поврежденные клапаны. Возникнет воспаление, они раздуются, вы увидите варикоз. Работать на самом варикозе нельзя. Это описано в любом руководстве. Это очень опасно. Вы можете создать тромботизацию, разрушить эти клапаны. Поэтому мы работаем на первопричине, на венозном застое. Чаще всего венозный застой происходит вовсе не в ногах. Его первопричина – это уровень диафрагмы и брюшной полости. Как делаем? В первую очередь нам нужно отработать зону печени. Остеопаты знают на своих семинарах, я подробно это рассказываю. Конечно, на семинарах я также делюсь с вами анатомией, делюсь с вами постановкой рук, пальпации. Делюсь специальными техниками, как работать непосредственно с печенью. Допустим, после гепатита корректировать ее. Как работать с желудком, как лечить гастрит, естественно, как работать с позвоночником. Поэтому для более подробного обучения вам лучше прийти ко мне на семинары проекта стеопрактики. Но и сейчас я вам дам хорошие техники работы с печенью. Мы берем зону правого подреберья, поджимаем ее и начинаем медленно вот так, тоже как мы качали лимфу, потихонечку сжимать печень по направлению кверху. Под печенью находится нижняя пола вена. Это основная вена, которая отводит кровь от полости таза. И мы чуть-чуть эту вену начинаем подталкивать кверху. Мы чувствуем напряжение, как будто во что-то уперлись, и продолжаем ее подталкивать еще, 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 еще. И на какой момент чувствуем облегчение. В этот момент мы можем почувствовать, как ноги тоже у нас начали уменьшаться в объемах, как кровь зациркулировала. То же самое можем взять брюшную полость. Вторая зона частого блокирования – это область пупка, область так называемой брыжейки, прикрепление внутренних органов. Берем эту зону, также сжимаем туда внутрь, находим плотность и начинаем медленно вот так же качать ее вверх. Еще, еще, еще. Пока не почувствуем, что плотность провалилась, и вы раскрыли венозный отток. И все. Но если вы хотите не просто полечить варикоз, а хотите улучшить состояние органов таза, убрать геморрой, откорректировать проблемы, связанные с нарушением менструации, помочь себе в климактерическом периоде, вам нужно расслабить также зону таза. Как это делается? Есть две основные техники. Одна техника – берется весь таз и сжимается как единое целое и начинает дренироваться наверх, вот так же, как вы делали с печенью. А вторая техника – это непосредственно работа на промежности, на сухожильном центре. Вам нужно поставить ручку в зону между анусом и корнем полового члена или анусом и влагалищем. Самая плотная зона – это не точка же, это другая точка. Это точка сухожильного ядра промежности. Вы ставите туда руку, погружаетесь и начинаете качать вот эту зону сначала в разные стороны и потом вверх, по направлению кверх. Это очень эффективно позволяет снять напряжение с таза, улучшить половую функцию у мужчин, у женщин также даст возможность получать оргазм во время секса, улучшить все обменные процессы, снять менструальные боли, снять приливы во время климакса и, соответственно, откорректировать геморрой и другие проблемы с маткой, в том числе даже помочь в какой-то мере премиумах. Вот такие бонусы я вам рассказал. Если вы хотите узнать более подробно, как работают внутренние органы, как они связаны с позвоночником, как проводить самолечение и, самое главное, помогать другим людям, то есть становиться профессионалом остеопатией, вы можете прийти ко мне на семинары. Я Александр Смирнов, прощаюсь с вами. Спасибо.